В далеком детстве он хотел стать геологом, но волею судеб вместо земных пород стал исследователем человеческих чувств. Любовь, ненависть, страх, нежность – все это главные действующие лица его постановок. Свою театральную карьеру Додин начал еще в 13 в Театре юношеского творчества. Уже в 22, закончив вуз, создает первую постановку по первой любви Тургенева. Спустя 10 лет о режиссере упоминает как о новом явлении, и с тех пор эти разговоры не умолкают. Лев Абрамович – это из тех людей, кто постоянно анализирует даже то, что он уже вроде бы высказал и сформулировал. Иногда много-много лет назад мы играем «Жизнь и судьбу» спектакль 11 лет. Он очень сильно изменился. Каждый спектакль Додина – это всегда в хорошем смысле незаконченное произведение. Он возвращается к сценам снова и снова. И хотя тема вечная, жизнь все-таки меняется. Чтобы тонко ее чувствовать, нужно постоянно менять детали. Этого ощущения вечно жаждать нового. Маэстро требуют и от актеров. Лев Абрамович может прийти в спектакль и дать кардинально другие задачи на другой спектакль. То есть те же мизансцены, но вообще все другое по смыслу. Просто вот так вот все перевернуть. Мы пробуем так, потом мы берем что-то из предыдущей, пробой соединяем с этой. И это на самом деле очень интересно. Вот что еще, мне кажется, важно и почему у нас так долго живут спектакли в театре. Лев Абрамович все время их подкручивает, подвинчивает и репетирует. Хотя слово «репетиция» и «прогон» в малом драматическом почти не используется, Лев Додин создал свой собственный мир театра, где даже язык особый, что уж говорить о методах. Его спектакли – это всегда результат общей работы. Несмотря на строгость и в некоторой степени авторитарность, режиссер демократично дает каждому артисту самому стать участником процесса создания постановки. Берется какое-то произведение, мы погружаемся в материал, то есть все пробуют все. И неизвестно даже, в какую роль ты в итоге будешь играть, потому что вдруг бывает, что начиная копаться в каком-нибудь человеке, ты обнаруживаешь себя способным на то, чтобы его материализовать. О методе Додина уже слагают легенды своей роли. Он предлагает артистам прожить не только на сцене, но и в реальности. Например, перед постановкой спектакля «Жизнь и судьба» по Гроссману труппа отправилась в Норильск и Освенцим. Все друг у друга учатся. У него, он, у артистов, он этого не отрицает. Мы как-то давно очень на эту тему говорили. И, конечно, это идет взаимное обучение. Если опять есть чему у нас учиться, если мы успеваем. То есть это идет процесс обоюдный. Учиться, работать, чувствовать жизнь и передавать эти чувства зрителям, кажется, это основные правила жизни Льва Додина. Анна Бескровная, Нарина Степанец, Наталья Медведева, Дарья Ермакова. Телеканал Санкт-Петербург.